Дорогие друзья, всем привет! С вами снова Кузовная студия. Сегодня мы вам рассказываем о нашем очередном готовом проекте на базе УАЗ Патриот Пикап. Это вот такой интересный автомобиль, который заказчик приобрел у дилера с уже установленной будкой и пригнал его к нам на произведение определенных процедур, которые позволили бы этот автомобиль превратить в комфортное средство передвижения на охоту и, соответственно, езда по хозяйству и так далее и тому подобное. Удалось сделать довольно любопытную машину, которая имеет неплохие характеристики по проходимости, высокие характеристики по комфорту и сейчас немножко подробнее не расскажу. Мы сделали лифт подвески 30 мм и лифт кузова 40 мм. Установили колеса 33 дюйма, 305 на 70 16, ну это почти 33 дюйма. Линзы в фарах, наше классическое, в общем-то, уже решение. То есть у него стоит диодный свет, который еще можно переключать с диодов на галоген, но это если вы побаиваетесь гаишников, скажем так, штатный галогенный свет остался. Также видно, что установлена лебедка с радиоуправлением в передний бампер, ну, собственно, на барашках номер откручивается, и можно все это дело удобно использовать. Ну и плюс видно еще защиту рулевых тяг. Дополнительное отверстие для охлаждения моторного отсека. Дверные ручки рысь стоят, которые обеспечивают более плавное, комфортное открытие. Ну и, соответственно, более эстетичный внешний вид. Ну а сзади можно увидеть переделанный фаркоп, потому что он был здесь сделан совершенно иначе. И установлены сзади вот такие небольшие светильники, которые обеспечивают освещение при движении задним ходом. Ну и, соответственно, лагерь можно освещать. Довольно удобная штука. Что не видно в этом автомобиле, что скрыто в нем? Во-первых, у него стоит турбонаддув. Это уже хорошо обкатанное нами решение. Мы уже довольно много сделали таких автомобилей. Все они ездят. Мы даем на это дело гарантию. Собственно, вот двигатель с турбонаддувом. Это стейдж-1. Выхлопная система здесь не менялась. И здесь основной приход. Это низкие обороты, где-то до 3000. Соответственно, мотор стал по характеристикам похож на дизельный. И, соответственно, ездить на нем гораздо комфортнее. Особенно с учетом того, что машина аэродинамически очень плохенькая. Ну и плюс увеличенные колеса тоже, скажем так, дают о себе знать. Поставили на автомобиле пневмосистему. В частности, например, под капотом можно увидеть розетку для шланга подкачки. Компрессор здесь стоит двухпоршневой. Он установлен в Кунге. Чуть позже я покажу, где также установлен ресивер. Что позволяет быстро, удобно качаться после поездок по бездорожью. Здесь стоит пневмоподвеска. Пневмоподвеску мы ставим свою. Мы не покупаем что-то такое готовое. Элементы жесткости устанавливаются вот таким образом. То есть, в принципе, их даже разглядеть-то довольно тяжело, по большому счету. И обеспечивают очень хороший диапазон поднятия и опускания кузова. Ну и плюс, самое главное, они дают реально хороший, высокий комфорт. Также здесь установлены дополнительные баки. Их здесь два. Каждая имеет емкость по 53 литра. Установлены они, соответственно, в порогах. Вот они. Баки выведены на центральную консоль. Водитель видит это вот так. Клавиша селектора бака и клавиша включения насоса. Кстати говоря, по желанию мы делаем вообще без внешних насосов. А с помощью струйных насосов и показометр мы можем использовать на щитке приборов, а не отдельной. Установлен инвертор 220 вольт на 3 киловатта. Одна розеточка располагается в салоне на центральной консоли. Кстати, вот покажу, как выглядит салончик. Там стекло. О, а спереди это абсолютно стандартный салон. Заглянем в кунг. Кунг здесь будет еще доделываться. Здесь заказчик будет сам изготавливать мебель по левой стороне. Наша задача была изготовить все то, что касается правой стороны. Здесь стоит дополнительный аккумулятор, который соединен с основным аккумулятором только когда двигатель запущен. А когда двигатель заглушен, соответственно, все потребители, включая пневмосистему, инвертор и так далее, они задействованы именно от этого дополнительного аккумулятора. Здесь ящик не обшит, потому что будет еще дополнительно делаться дизайн по стальному кузову. И уже все вместе будет дорабатываться. Выше стоит запаска. Она закреплена на кронштейн, который мы изготавливали. То есть, с завода никакого, по сути, здесь кронштейна не было. Здесь у нас закреплен инвертор 3-киловаттный. Основные элементы пневмосистемы. Компрессор двухмоторный, двухпоршневой. И небольшой ресивер. Здесь у дверного проема на ящике еще одна розетка для питания потребителей 220. Ну и продемонстрирую, как выглядит рабочее место водителя. Здесь мы установили клавишу включения передней блокировки. Здесь установлен пульт управления жидкостным отопителем двигателя. Ну а наверху располагается панель с клавишами, которые управляют задним светом. Включением-выключением инвертора. Здесь мы продублировали управление лебедкой. Клавиша включения компрессора. Клавиша управления высотой кузова. Активируется манометр, показывающий давление в ресивере и давление в пневмоподвеске. Соответственно, нажимая на клавишу вверх-вниз, мы можем менять давление в пневмобаллонах. Пульт от лебедки. Ну и здесь под ручником незаметная кнопочка переключения режима работы фар. Либо это диоды, либо штатный галогеновый свет. Ну а в целом это абсолютно стандартный салон стандартного УАЗа. Ну вот сейчас в задних подушках 5 бар. И можно видеть, насколько поднята задняя часть автомобиля. Спереди здесь подвеска без пневмы. Пневма стоит только сзади. И положение кузова при полностью спущенной пневмоподвеске. Ну а сейчас понятно, в Кунге ничего нет. Когда машина немножечко догрузится, она станет идеально ровно. Сейчас она чуть-чуть еще в углу к горизонту. В целом диапазон регулировки достигает 5 сантиметров. Получился достаточно универсальный вместительный автомобиль для охоты. С повышенной проходимостью. Попытный необычный автомобиль, на который все оборачиваются. Все изменения, которые мы сделали с этим автомобилем, легальны. Ну за исключением разве что установки турбонадова. Но этот момент можно откатить. То есть здесь и колеса внесены, и лифт, и то, что установлено у него в багажнике, баке. Все это у него фигурирует в СТС и в электронном ПТС. Ну а так, надеюсь, вы оцените этот автомобиль, который не похож на что-либо, что мы делали до того. Какие-то, может быть, у вас будут вопросы, пожелания, спрашивайте. Мы всегда с удовольствием вам ответим. Мы открыты к диалогу. И, соответственно, всю информацию, в принципе, готовы вам по запросам предоставить. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok